Лиза Алерт, Спасрезерв, Ангел, Полиция, МЧС, Пожарные. Все они прибыли в спортивный парк отдыха не случайно. Именно там проходили учения по поиску людей, затерянные в лесу. У всех посетителей появилась возможность поучаствовать в необычной акции, пообщаться с представителями разных поисковых отрядов. Жизненно важные теоретические знания можно было закрепить на практике. В ходе учений было смоделировано 9 различных сюжетов потери людей в лесу. Профессиональные спасатели координировали весь процесс. Во-первых, мы сейчас здесь проводим учения совместно с ЕДДС, МЧС и полицией Одинцовского района, для того, чтобы поисковый специальный отряд Лиза Алерт был в состоянии успешно и удачно координировать свои поисковые действия в момент каких-то возникших неожиданных ситуаций по пропаже людей. Это первое. Второе. Детей мы обучаем, потому что дети достаточно часто пропадают, достаточно часто отбиваются от родителей, и им необходимо дать определенные знания для того, как бы им себя вести. В формате игры волонтеры движения «Лиза Алерт» рассказали малышам о том, что нужно делать, если ты потерялся в городе, торговом центре и парке. Ребята приятно удивили организаторов. Большинство из них отвечало на вопросы верно. Что нам нужно сделать дальше? К кому мы можем обратиться? В торговом центре? Да. К охраннику. Каждому участнику акции дали памятку, как вести себя в лесу, если ты потерялся. Организаторы подчеркнули, что подобного рода мероприятия помогают впоследствии оградить людей от несчастий. Кроме того, гости парка узнали, какую первую помощь необходимо оказывать пострадавшим, куда обращаться и как действовать в случае беды. Сегодня основные вопросы мы поднимали взаимодействие между службами и работающими на поиске отрядами. У нас достаточно много бывает таких совершенно детских проблем, именно взаимодействие с теми, кто на земле, особенно если это в ночное время суток. И сегодня мы пытались отработать варианты связи, рассказывали о себе, показывали именно наземным службам наши методы работы, чтобы для них было все понятно, открыто, доступно. Благодаря сотрудничеству ИДДС и отряда «Ангел» поиски стали быстрее и удачнее в 10 раз. Координатор поискового отряда Лиза Аллер подчеркнул, что 99% детей находят живыми, а вот со взрослыми ситуация сложнее. Прежде всего, акции, затерянные в лесу, направлены на повышение информированности граждан о действиях в экстренных случаях. Они объединили уже не одну тысячу добровольцев и многократно доказали свою эффективность. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.